Adaptive Moving Average Скользящие средние очень популярны среди трейдеров, однако они обладают множеством недостатков. Например, скользящие с маленьким периодом слишком быстро реагируют на рынок, а значит часто дают ложные торговые сигналы. В это же время медленное скользящее с большим периодом слишком медленно реагирует на изменения рынка. Именно поэтому трейдеры всегда старались найти вариант индикатора, который бы давал более точные сигналы. Раз есть проблема, то рано или поздно найдется решение. Этим решением стала Adaptive Moving Average или адаптивная скользящая средняя. Далее мы будем называть ее AMA. Разработкой и описанием данного индикатора занимался Перри Кауфман. Впервые Adaptive Moving Average увидела свет в 1995 году, когда была выпущена книга «Умный трейдинг», где Перри Кауфман дает детальное описание метода вычислений AMA. Адаптивная методика, которую предложил Кауфман, заключается в быстром получении торговых сигналов на открытие позиции при динамичном ценовом движении и своевременном выходе из позиции, когда рынок перестает быть направленным. Тем не менее, Кауфман предупреждает, что при таком подходе важно отделять случайные шумовые компоненты от основной тенденции. AMA строится, как и все индикаторы, на графике цены, а внешне ее трудно отличить от обычной скользящей средней. Торговые сигналы от AMA аналогичны скользящим средним, но при этом считается, что AMA существенно лучше работает, подойдут более точные торговые сигналы, чем любые другие скользящие средние, простые, экспоненциальные, взвешенные и прочие. Что касается формулы AMA, по которой идет расчет, то Кауфман построил ее на модификации экспоненциальной скользящей средней EMA с таким алгоритмом, который позволяет корректировать уровень усреднения EMA посредством коэффициента эффективности, который по своей сути является мерой трендовости рынка. AMA полностью соответствует своему названию «адаптивная», так как адаптируется под изменение ценовой динамики и волатильности на рынке. Методика расчета AMA достаточно сложная, поэтому мы не будем приводить ее подробно в этой статье, а ограничимся лишь основными формулами и кратким описанием их. Для нас важнее смысл AMA и способы ее использования в торговле. Основная идея AMA заключается в адаптации расчетных формул к текущим рыночным условиям. При боковых движениях AMA становится менее чувствительной, так как ведет себя подобно скользящей средней с большим периодом, а на трендовых движениях AMA делается более чувствительной и ведет себя аналогично скользящей средней с меньшим периодом. Каким образом можно добиться подобного эффекта? Кауфман использовал несколько переменных – Scaled Smoothing Constant, SSC – константу сглаживания или усреднения, в расчетах которой используются константы быстрого и медленного усреднения, а также Efficiency Ratio – EA – коэффициент эффективности, отражающий отношение направления движения цены к волатильности или шуму. Суть заключается в том, что на боковом рынке или горизонтальном участке коэффициент эффективности будет стремиться к нулю. В этом случае к SSC будет применен вес для медленного усреднения и AMA будет подобно скользящему с большим периодом. И наоборот, на участках трендового или направленного движения коэффициент эффективности будет стремиться к единице. В таком варианте SSC будет взвешиваться для быстрого усреднения, и AMA будет вести себя как скользящая с малым периодом. Основные расчетные формулы AMA – коэффициент эффективности ИА – рассчитывается по следующей формуле, где это значение – цена в текущем периоде. Это цена в N периодов назад. Это цена в предыдущем периоде. N – это количество периодов свечей. Стандартно N равен 10. Быстрая константа FastSmoothingConstant рассчитывается вот по этой формуле, где π – это период усреднения быстрой константы. Стандартно π равен 2. Медленное – SlowSmoothingConstant рассчитывается вот по этой формуле, где π – это период усреднения медленной константы. Стандартно он равен 30. Константа усреднения SSC – ScaledSmoothingConstant рассчитывается вот по этой формуле. Ну и, собственно, сама адаптивная скользящая средняя AMA рассчитывается вот по этой формуле, где это значение AMA предыдущего периода. Каухман отмечает, что при сильном боковом движении AMA будет вести себя примерно как 30-периодная AMA, экспоненциальная скользящая средняя, то есть будет двигаться вверх и вниз. Возведение в квадрат позволяет избавиться от этого эффекта. Еще надо отметить, что все расчеты Каухман делал для дневных данных. Для того, чтобы добавить AMA на график в терминале Quick, нужно вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши по графику цены, нажать «Добавить график-индикатор», затем выбрать AMA, выбрать «Окно 1» и нажать кнопку «Да». В открывшемся окне на закладке «Общие» можно изменить цвет линий, а на закладке «Параметры» настроить все основные параметры AMA. AMA-периодов – это количество свечей, по которому происходит расчет по умолчанию, период равен 10. Fast EMA-периодов – минимальное значение периодов, которое может приниматься в скользящий, по умолчанию, период равен 2. Slow EMA-периодов – максимальное значение периодов, которое может приниматься в скользящий, по умолчанию, период равен 30. И поле цены – это расчетный параметр цены, по умолчанию – это цена закрытия. Торговые правила AMA такие же, как и у всех скользящих средних. Сигнал на покупку поступает тогда, когда цена выше AMA и сама AMA при этом растет. Сигнал на продажу приходит тогда, когда цена ниже AMA и сама AMA при этом снижается. Напомним, что открывать и закрывать позиции следует тогда, когда AMA растет или падает примерно под углом 45 или минус 45 градусов к горизонту. Теперь давайте сравним торговые сигналы от AMA, это зеленая линия, с торговыми сигналами от простой скользящей средней SMA, это оранжевая линия, и от экспоненциальной скользящей средней EMA, это синяя линия. Все скользящие имеют одинаковый расчетный период, равный 10. Рассмотрим все торговые сигналы по порядку, слева направо. Сигнал 1. Сигнал на покупку пришел почти одновременно от всех трех скользящих и открываются длинные позиции. Сигнал 2. Сигнал на продажу поступил только от экспоненциальной скользящей средней, синяя линия, открытая длинная позиция, закрывается с убытком, открывается короткая позиция. Сигнал 3. Сигнал на продажу поступает от адаптивной скользящей зеленой линии и простой оранжевой линии. Открытые длинные позиции закрываются с убытком, открываем короткие позиции. Сигнал 4. Сигнал на покупку от экспоненциальной скользящей средней, синяя линия. Закрываются короткие позиции с убытком, открывается длинная позиция. Сигнал 5. Сигнал на продажу от экспоненциальной скользящей, синяя линия. Закрывается длинная позиция с убытком, открываем короткую позицию. Сигнал 6. Сигнал на покупку от всех трех скользящих. Закрываются короткие позиции с убытком и открываются длинные позиции. Сигнал 7. Сигнал на продажу только от адаптивной скользящей, зеленая линия. Закрывается длинная позиция с прибылью и открывается короткая позиция. Сигнал 8. Сигнал на продажу от простой скользящей, оранжевая линия и экспоненциальной, синяя линия. Закрываются длинные позиции с прибылью, но с меньшей, чем у адаптивной, зеленая линия. и открываются короткие позиции, но позже, чем адаптивный скользящий средний. Сигнал 9. Сигнал на покупку только от простой скользящей средней. Оранжевая линия. Закрывается короткая позиция с прибылью. Сигнал 10. Сигнал на продажу только от простой скользящей. Оранжевая линия. Снова открывается короткая позиция. Сигнал 11. Сигнал на покупку от всех трех скользящих. Закрываются короткие позиции с прибылью. Прибыль у адаптивной зеленой линии больше, чем у других. Как мы видим из анализа 11 сделок, из трех скользящих меньше всех сделок было у адаптивной скользящей средней, а прибыли у нее оказалось больше, чем у двух ее соперниц – простой скользящей средней и экспоненциальной. В итоге получается, что AMA и раньше реагирует на трендовые движения и реже открывается при явном бэквике, таким образом подтверждая свое предназначение улучшения торговли скользящими средними. Заметим важную особенность – AMA. Она становится более чувствительной и располагается дальше от текущей цены, если цена движется направленно или в тренде. И наоборот – AMA становится менее чувствительной и приближается вплотную к текущей цене, если цена находится в боковом движении в флете. Благодаря адаптивной формуле, в которой меняется период расчета, у AMA меньше ложных сигналов, чем у других скользящих с фиксированным периодом. Уже только этот факт делает AMA на сегодняшний день одним из лучших трендовых индикаторов. Продолжение следует...